Пусть кай, пусть кай, пусть кай сургиме! Увидим Возвольте мне, от имени посольства Беларуси в Сервии, сердечно приветствовать вас на показе художественного фильма «Баба-сестра IV». Это фильм, который по многим отзывам является одной из самых лучших киноленков Великой Отечественной войны, снятой в 21-м веке. Этот сегодняшний показ мы хотели бы посвятить значимым памятным дамам, которые отмечаются в эти дни, связанным со 20-летием освобождения сербских городов и столицы Сербии и Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Данашнюю проекцию желаемо посвятить значимым датам везли за 80-ту годичницу освобождения сербских городов и главного города Сербии и Белграда от немецко-фашистских осваивающих. О том, что это наш общий праздник, говорит фото-выставка у входа в кинозавр. Архивные фотоматериалы, частично предоставленные русским домом, частично Белорусским государственным музеем Великой Отечественной войны, отражают участие советских воинов, в том числе и среди них в выходах из Белоруссии, освобождение Белграда и Югославии. О томе, да је ово наш заједнички праздник, сведоћи изложба фотографии испред улаза у биоскопску салу, архивска фотография, фотографска грађа, од којих је део представлен од страна русског дома, а други део од Белорусског државного музеја и истории Великог Отечественного рата, представљају учаще советских војника, меѓу којмецу и дозеленицеј из Белорусси освобождение Белгорода и Югославии. Этот год обноменован чередой в признајщемых юбилејях, да, связанными в том числе и освобождение Белорусси. И мы очень надејемся, что сегодня мы делаем ещё один шаг на пути сохранения памяти о той жестокой и судьбоносной войне, бережного отношения к истории. сохранение исторической правды и је передачи в будущем покаянце. Ову годину обележава низ значимых юбилејях, включаючи и они, кои су влезені за освобождение Белорусси и надноси, да, да, нас чинимо ёш ёден хорап ка очуванню сечени Натай Сурови и судьбоноснина, ка длижнему односу премен историј, очуванню историйског истини и ненам преженню следјшим генераціям. Этт фильм, событие которого происходит на белорусской территории, был снят на отмечающей в этом году свой столетний юбилей киностудии «Белорусский». советским белорусским кинорежиссёром Михаил Тошуком на основе романа «Мамент истины» советского и российского писателя Владимира Богомолова с участием звёздного состава российских бойцов. филм ЧС «Радня одвия» на территории Белоруссии снимлен ёпо финском студију «Белоруссфильм», кој овы годы неслави 100 годинам постояне, уз учащей екіпе русских филмских звезда и режи савицко-белорусског филм-победителя Михаила Тошука. Примером оно «Тринуток истины», кој написав савицкий русский писец Владимир Богомолова. Поэтому, я думаю, очень символично, что сегодня этот фильм демонстрируется в стенах русского дома в Белграде. И за эту возможность я хотел бы выразить слова особой благодарности руководству и всем сотрудникам русского дома. Ещё одним аргументом в пользу выбора этой кинокартины было то, что её режиссёр Михаил Тошук очень любил серби. И незадолго до своего ухода из жизни именно сюда он совершил своё последнее путешествие. Поэтому мне сегодня особенно отрадно также видеть среди гостей господину Ивану Житову, которая помогала Михаилу Тошуку в организации этого путешествия и имала нам непосредственное участие. Ещё один аргумент в приводу выбора этого фильма был, что, как видите, фильм Михаил Тошук много боле о Сербии и что, пред сам края своего живота, он был именно на своём последнем путешествии. Поэтому мне особенно радует, что между поздними видим господину Ивану Житову, который помогал Михаилу Тошуку в организации этого путешествия и узелок, где на этом представлении учишься в небо. Говоря о не самой простой судьбе этого фильма, интересно отметить, что автор литературного первоисточника, писатель Вадимир Богомолов, попросил режиссёра убрать его имя из титров фильма, считая, что Михаил Тошук снял не то, что написано в книге. Но огромный успех фильма показал что он получился не просто не хуже книги, а стал оригинальной авторской экранизацией и обвёл свою собственную жизнь. Ипок со сегурностью можем узнать, что это фильм не только «Добр», как и книга «Добрый вечер после» достойная авторская адаптация, фильм, который в постоянной книге заживил сам Сталин. Этот фильм можно и нужно пересматривать не один раз. Думаю, что и многие из присутствующих сегодня относятся к числу тех, кто действительно будет смотреть «Люни» первый раз. И я, в том числе. Настолько мастерский и увлекательно выстроен сюжет. И в завершении хотел бы отдельно поблагодарить господина Ивана Степановича и его организацию «Народная дипломатия» за очень ценный и важный вклад по переводу фильма на сербский язык. На краю желаю бы, да захвали господину Ивану Степановичу и неговому дружению «Народная дипломатия», кои су пружили важную и вредную помощь в переводжении фильма на сербский язык. Благодарю всех присуствующих за то, что вы отписнулись на наши приглашения и желаю всем хорошего просмотра. Захвали се свима, присутнима, что су се удозвали нашему позову и желаем вам на живете и глядами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok